Не ожидал, что история этого персонажа довольно-таки необычная. Пока что до конца неизвестно о его способностях и о том, как он влияет на мультивселенную. Всем привет! В этом видео я расскажу вам о Fatal Error, который скоро появится во втором сезоне Underverse. Fatal Error – это бывший гена Санс, которого попытался стереть Эррор, но вышло это. Он одет так же, как и гена. Внешне он изменился. Его глазницы поменяли цвет. Левый – синий, а правый – красный. При этом красная глазица немного потекшая. На их фоне видны строчки кода. Такие же строчки кода видны на его одежде и вокруг него. Также его глюки изменились. Вместо стандартных белых, теперь у него полупрозрачные красные и синие. Теперь перейдем к предыстории этого персонажа. Error Санс проник во вселенную Aftertale в экран загрузки и схватил гена Санса. Хочу обратить ваше внимание, что этот гена Санс не из хорошей концовки. У него все еще остались глюки на черепе. Эррор прибыл к нему, чтобы устранить как аномалию. Хотя гена предупреждал его, что он не может убить его в этом месте. Это привело к тому, что гена повредился и оказался в антипустоте. Теперь он стал фатал-эрором. Его основные мотивации были отомстить Эррору и найти папируса, которого ему очень не хватает. В его приключениях его сопровождает голосом Гастер Цветок, неизвестного происхождения. Сначала фатал-эрор, сам того не понимая, появился в Outer Tale, где его нашел Санс. К тому моменту фатал начал видеть строки кода в персонажах. Затем пришли Outer Papyrus и Фриск. Увидев якобы своего брата, бывший гена попытался забрать Outer Papyrus со собой, но прочитав его код, понял, что это не его папирус. Он впал в паническую атаку, ему начали мерещиться нити Эррора, в которые было захвачено множество гена Сансов. Тогда он снова появился в антипустоте. Там уже его нашел свап Санс, который оказался тут, когда его захватил Эррор. Блу прикрыл его пледом, чтобы тот не смотрел наверх, где висят нити, так как он паникует от их вида. Они начали общаться. Свап заметил, что фатал начал произносить каждый раз слово Papyrus. Блу пытался подбодрить его и предложил фаталу пойти на поиски его папируса, но при этом умолял остаться с ним, аргументируя тем, что в одиночестве он сойдет с ума. Однако фатал по-другому воспринял это и сломал свапу кисть руки. Он начал бредить, называя его слабым идиотом, пытающимся манипулировать другими. Свап пытался исправить ситуацию, говоря, что все будет хорошо. Фатал только больше продолжал бредить, заявляя, что он помнит абсолютно все. Он говорит, что видел код своего папируса в каждом существующем Сансе и папирусе, затем объяснив, что разговаривал не с ним, а якобы со своим папирусом отшвырнул его. В приступе ярости фатал посмотрел наверх, из-за чего увидел нити Эррора. Он опять впал в паническую атаку, а нити поменяли свой окрас на красный. Тем временем, фатал решился убить слаб Санса и оутер Санса, чтобы забрать коды папируса и сделать самостоятельно своего из костей и нитей. Поняв, что ему не получается это сделать, он в ярости уничтожил свое творение с помощью гастербластера. Гастер-цветок предлагал ему убить папирусов и захватить их коды, что фатал сильно не хотел делать. Цветок пригрозил ему тем, что он не любит папируса, раз он не хочет этого делать. Фатал снова начал бредить, сказав, что он готов умереть ради папируса и доказывая, что он действительно любит его, попытался убить себя, но у него ничего не вышло. Вместо этого он попал в странный глючный таймлайн, где были Инк, Эррор и испорченный классический Санс. Инк и Эррор прибыли в этот таймлайн первее, обнаружив его и заинтересовавшись его происхождением. А когда туда прибыл фатал, он развязал битву с Эррором, чтобы ему отомстить. При этом глючный не понимал мотивацию этого Санса, ведь он даже не знал, кто это и откуда он взялся. Фатал смог почти разорвать руку Эррор Санса, но снова впал в паническую атаку, поэтому тот смог сбежать. Раз уж ему пока не удалось отомстить, фатал снова занялся возможностью создать своего папируса из кодов Сансов. Он убил Фэл Санса, Кросса и Лавендера из Nature Tail, а также похитил папируса из той же вселенной. Гастер Цветок повторял, что всё это нереально. Пока что комик закончился на том, что фатал Эррор попытался снова создать папируса из кодов убитых персонажей, костей и нитей, и у него снова ничего не вышло. При этом он встретил из ниоткуда взявшегося глючного папируса, который хотел ему помочь. Но судя по всему, фатал не признаёт его как своего папируса и приказал ему оставить его в покое. Теперь я хочу поделиться с вами теорией о фатал Эрроре. Скорее всего, этот Санс находится в состоянии суперпозиции. Это значит, что он может быть одновременно в одном и том же месте. Эти два места являются Первое – странное место, которое похоже на антипустоту, но только с полем Эхо Цветков. И второе – любая альтернативная вселенная. Это можно заметить, как между кадрами фатал Эррор находится и там, и там. Скорее всего, всё, что происходит с различными Сансами и другими персонажами в АУ является всего лишь некими проекциями фатал Эррора, а не настоящими существами. Ведь как ещё можно объяснить появление Кросса и Фэла, спрятавшихся под Эхо Цветками, чтобы напасть на фатала? Или момент, когда Фэл неожиданно становится свапсансом? Все эти глюки могут происходить из-за фатал Эррора. Возможно, это одна из его способностей, которые он не умеет контролировать вовсе или временно. Раз уж мы заговорили о способностях, тогда перейдём к ним. Способности Эррора и Фатал Эррора практически не отличаются. Есть отличия только в косметическом плане. Кости фатала имеют сразу три вида оттенков – красные, синие и чёрные. А на их фоне видны строчки кода. Гастурбластеры у него в таком же стиле, как и сам Фатал, с глюками и с красной и синей глазницами. Ну и конечно же нити, как у Эррора, только цвет у них красный. Также Фатал способен читать строчки кода, как например это может делать Эррор, Икс Гастер и Событие Икс. На момент комикса Фатал Эррор ещё не до конца понимает свои способности. Пока что он не может полностью контролировать свою телепортацию. В основном это происходит во время панической атаки. На данный момент это всё, что известно об этом персонаже. Пишите в комментариях ваши мысли насчёт Фатал Эррора, а также можете написать о каком следующем Сансе стоит рассказать в следующем выпуске. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы следить за выходом новых видео. Оставайтесь на связи, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok